Я являюсь жителем палаточного городка. Палатка номер 35. Вот такая моя прописка сейчас на данный момент. Что хочу сказать касаемо строительства этого завода. Несмотря на то, что Госнадзор вынес постановление, чтобы стройку приостановить, то есть рабочие, наднятые карнашпаном, все равно пытаются каждое утро, каждый день у них такие вылазки, что-нибудь доделать. Потихонечку, потихонечку они готовят фундамент к заливке, потихонечку обтягивают территорию завода забором, сеткой рабицей. Каждое утро приходится ехать, блокировать эту работу, пресекать, чтобы не допустить дальнейшего строительства. То есть представители завода карнашпан ведут себя крайне нагло, крайне уверенно на нашей земле. Не знаю, кто за этим стоит и кто отдает им команды продолжать строительные работы во время того, как вынесли на постановление о приостановке. Для меня является по сей день вопросом очень большим. Вчера пытались прорваться два КАМАЗа на стройку с щепнем для стройплощадки. Ребята тоже вовремя заметили. У нас выставлены посты на стройку. Сейчас есть пять заездов, через которые можно заехать на поле. Нам помогают ребята из Грибовки. Стоят там ночами, карауляют. Вообще, когда мы проводили собрание в Грибовке, приезжали туда, мы встретили такую активную массу народа, которая готова была выйти с вилами, с топорами, чтобы защищать нашу землю. Но это, конечно, я так утрирую. Никаких фил, никаких топоров не было. Выставлены посты в четырех местах по периметру поля, чтобы не прорвались фуры с оборудованием. Кстати, кто сегодня пришел первый раз, кто слышит об этой проблеме первый раз, всех можем пригласить приехать в Шакшу, посмотреть, какое ржавое оборудование завезли на данный момент, которое они уже успели завести. В некоторых местах железо, проживевшее насквозь. То есть ни о каком новом оборудовании вообще речи быть не может. И по нашей информации, по нашим данным, еще собираются, или уже приехало в Уфу, где-то порядка 700-900 фур с этим оборудованием. Мы разговаривали с самими дальнобойщиками, которые везут сюда этот завод. Они нам рассказывали, как его режут в Англии, как его там распиливают, как его грузят и как потом везут к нам. То есть полная уверенность в безнаказанности, полная уверенность в том, что народ так и будет молчать. Я думаю, что это не так. И все, кто здесь собрались, надеюсь, поддерживают мое мнение, что мы будем стоять до конца. У нас в лагере строгий порядок. У нас сухой закон, у нас нет алкоголя, у нас все адекватные люди, все работающие. Утром уезжают на работу, вечером приезжают обратно в палатки с работы. Некоторые переодеваются прямо в лагере, чтобы прилично выглядеть, и едут на работу, не заходя домой, прямо сразу, прямичком. Что еще хотел сказать? По поводу тех прессов, которые мы выдерживаем в лагере. Мы выдержали и шторм, который на нас обрушился. То есть весь лагерь был перевернут, все палатки у нас раздавило в лепешку. Нас прессинговали судебные приставы с непонятным постановлением суда, против которого они даже не могли найти тех лиц, которых можно осудить, которым можно было что-то предъявить. То есть устраивают маски-шоу на землю, которые якобы уже переведены в промышленные. Они собрались там заниматься сельхозугодиями, понагнали тракторы, нас начали опахивать вокруг лагеря. Но мы встали стеной, мы взялись за руки и не дали прорваться этому трехдневному прессингу. Ровно три дня к нам приезжали судебные приставы. Затем у судебных приставов ничего не получилось, в ход пошла общественная палата. Представители общественной палаты приезжали к нам, мы с ними встречались на собраниях, потом они приезжали к нам в лагерь. И пытались сбить людей с толку, якобы мол, вот смотрите, мы же стройку приостановили, вы пожалуйста лагерь-то соберите, уйдите. Это все было рассчитано на какое-то, я не знаю, малограмотное население, которое могло в это поверить. То есть люди окружили этих людей, общественную палату представителей, поговорили с ними, каждый остался при своем мнении. В отдельном разговоре, в индивидуальном с одним из представителей общественной палаты, я пошел показывать ему вот это старое прогнившее оборудование. Я был не один, нас было там трое-четверо, он сказал, ничего такого страшного не вижу. Нормально, говорит, все. Это, говорит, так везде. У меня все. Делайте выводы сами.